Добрый вечер! В эфире передача Зоны Безопасности и сегодня выпуски. Около 13 тысяч нетрезвых водителей задержаны сотрудниками ГАИ на дорогах области с начала текущего года. Выводни таких нарушителей произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Браконьеры не унимаются. В ходе полевых выходов сотрудников областной инспекции охраны животного и растительного мира постоянно выявляются все новые случаи нарушения природоохранного законодательства. Крутить педали полезно, но только если соблюдать правила дорожного движения. В Бресте сотрудники ГАИ проводят акцию по профилактике ДТП с участием двухколесного транспорта. Браконьеры не унимаются. В ходе полевых выходов сотрудников областной инспекции охраны животного и растительного мира постоянно выявляются все новые случаи нарушения природоохранного законодательства. И даже довольно серьезная ответственность не останавливает тех, кто считает природные ресурсы своим собственным карманом. Продолжение темы в следующем материале. По рейтингу эффективности работы в первом полугодии этого года Брестская областная инспекция охраны животного и растительного мира занимает третью позицию в республике. Это говорит о качестве проводимой ими работы по охране природных ресурсов и борьбе с браконьерством. За последние недели наибольшее количество нарушений инспекторами выявлено в Пинском, Березовском и Столинском районах. По итогам работы за первый квартал текущего года государственные инспекторы Брестской области выявили 20 грубых нарушений природоохранного законодательства, которых прохранительные органы возбудили уголовного дела. Также изъято более 38 километров ставных сетей 297 других запрещенных орудий лова. Юридическим лицам выдано 97 предписаний на устранение выявленных нарушений природоохранного характера. Кроме того, из незаконного оборота изъято 17 единиц огнестрельного оружия. Пресечено 39 фактов незаконно транспортируемой древесины общим объемом более тысячи метров кубических. По многим фактам браконьерства заведены уголовные дела. Около 13 тысяч нетрезвых водителей задержаны сотрудниками ГАИ на дорогах области с начала текущего года. По вине таких нарушителей произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. В летний период нетрезвые участники дорожного движения на особом контроле у госавтоинспекторов. Один человек погиб и 15 травмированы. Это последствия ДТП, которые произошли в области с начала года по вине нетрезвых водителей. Доза алкоголя порой становится причиной трагедии, и не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Летом соблазновал еще больше. Сел за руль, личное авто, возможно, даже с пассажирами, поехал отдыхать, принял алкоголь и вновь решил сесть за руль, возвращаясь обратно. А впереди дорога и русская рулетка, ставка на которой слишком высока в жизни. Сотрудники ГАИ в летний период проводят специальные профилактические мероприятия и разъединительную работу. А мы поговорили с автолюбителями, что они думают об алкоголе на дороге. Вообще нельзя, что это за езда нетрезвому. Здесь ездят, они трезвые, то не могут нормально себя вести за рулем. А пьяные, то вообще сумасбродка только-то. Очень-очень негативно. Почему? Потому что очень опасно, когда ты едешь на дороге, и даже стоишь, и нетрезвый водитель может, ну, все что хочет случиться, и дети, и взрослые, и себя пострадать может. То есть это очень-очень, ну, негативное отношение к этому. Я считаю так. Раз навсегда. За рулем пьяница. Нельзя ездить. Для пассажиров нетрезвый водитель тоже табу. Садиться в пассажирское кресло при пьяном водителе категорически нельзя. Я не сяду. Никогда в жизни не сяду. Ну, это опасно учить. Есть случаи, когда водитель уже на отдых едет пьяным за рулем. Так произошло с 34-летним жителем Бреста, который совсем забыл о безопасности на дороге и даже попытался скрыться от сотрудников ГАИ, но вовремя был настигнут. В крови нарушителя оказалось 3,4 промилле. Оправданий этому быть не может. Чего не останавливайте? Водитель пояснил, что накануне поссорился с женой, выпил и после чего решил отправиться с друзьями на водоем. Ранее правонарушитель привлекался к ответственности, был лишен водительских прав. В отношении жителя было составлено 3 протокола. Автомобиль помещен на штрафплощадку. Стоит отметить, что с марта этого года наказание за пьяную езду ужесточилось, вплоть до штрафов 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет. За свои свои поступки необходимо отвечать по закону. Суд Ивановского района вынес приговор жителю Драгичина Сергея Гордеевича. В чем его вина и какое наказание понес гражданин за свои деяния, расскажем в следующем материале выпуска. В зале судебных заседаний обвиняемый Сергей Гордеевич, его родственники – представители правоохранительных структур. Заседание ведет судья суда Ивановского района Геннадий Кудласевич. Было озвучено, что обвиняемый, являясь корреспондентом информационного ресурса «Первый регион», обвиняется в том, что в публичном чате в мессенджере «Вайбер» разместил сведения, содержащие информацию, оскорбляющую президента Рецулики Бларусь, двух сотрудников милиции в связи с выполнением меми служебных обязанностей, а также клеветнические сведения в адрес сотрудника милиции в совершении им преступления. На основании представленных стороной государственного обвинения доказательств, обвиняемый судом признан виновным по всем, вмененным ему в вину, преступлением. К слову сказать, на стадии предварительного следствия судебного заседания обвиняемый вину не признал. От интервью нашему телеканалу Сергей Гордеевич также отказался. По совокупности содеянного судья вынес подсудимому приговор суда. Окончательно по совокупности преступлений соглашено частям 1.2 ст. 72 Уголовного кодекса Республики Беларусь путем частичного сложения наказаний назначить Гордеевичу Сергею Андреевичу наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Прямо в зале суда обвиняемый был взят под стражу. В этом году ему исполнилось 50 лет. Теперь у него есть полтора года, чтобы обдумать свои поступки и трезво оценить содеянные. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в кассационном порядке. Крутить педали полезно, но только если соблюдать правила дорожного движения. В Бресте сотрудники ГАИ проводят акцию по профилактике ДТП с участием двухколесного транспорта. Они беседуют с владельцами велосипедов, делают замечания и советуют не забывать спешиваться на зебрах. Вместо машины и автобуса, велосипед. Многие на нем добираются на работу и ездят по делам и на прогулке. Сегодня это не только средство передвижения. Для многих он стал лучшим другом, спутником, напарником по спорту. Катаюсь я уже лет пять. Ну, сезон, понятно, летний. Все нравится, дорожки в городе развиваются у нас. Единственное, что хотелось бы, чтобы все-таки разрешили передвигаться по краю проезжей части, потому что там, наверное, безопаснее, чем на тротуарах. Потому что наши пешеходы не предпособлены к велосипедам, они все не насторожены. Поэтому здесь больше, мне кажется, аварийной ситуации, чем на проезжей части с краю происходить. Езжу я уже лет пятнадцать. В основном в бассейн, по делам магазин. Ну, плюс, что я не загрязняю окружающую природу. Веду здоровый образ жизни. Машина мне, в общем, не нужна. Брест, говорят, маленький. Ну, я езжу уже где-то примерно год. Но, да, является альтернативой велосипеду. Можно ездить. Конечно, когда дождь идет, то не очень приятно ехать. Я считаю, что самокатчики должны ездить аккуратно, потому что если будут выезжать на дорогу, может произойти легко ДТП. Юный владелец велосипеда Константин хорошо знаком с правилами дорожного движения после специальных занятий в детском саду советов мамы и бабушки. Поэтому на вопросы сотрудника ГАИ отвечают с легкостью. Скажи, пожалуйста, а где ты будешь кататься? Где тебе можно кататься? На велосипедной дорожке. На велосипедной дорожке, да, еще где? По дороге, вот где машины ездят. Можно кататься? Нет. Нельзя. А почему? А если нет машин? Тоже нет. Конечно, в правилах дорожного движения это запрещается, правильно? Да. Но если малыши выучили дорожную азбуку на зубок, то взрослые частенько забывают или ленятся спешиваться. Сотрудники дорожного патруля не перестают напоминать – безопасность превыше удобств. Если же вы пересекаете проезжую часть по пешеходному переходу, тогда необходимо спешиться. Если вы пересекаете проезжую часть по велопереезду, тогда вам необходимо убедиться в безопасности переезда и пересечь проезжую часть. За нарушение правил дорожного движения велосипедистами предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа от одной до трех базовых величин. Любишь кататься? Люби фликер на велосипед вешать. Про светодражающие элементы, кажется, знают все, но не все их используют. При движении в темное время суток на велосипеде должен быть включен спереди фонарь белого цвета, сзади – красного цвета. Кроме этого, на спицах должны присутствовать катафоты. Ну и, как рекомендация от госавтоинспекции, это жилет повышенной видимости, который позволит водителю заметить вас заблаговременно. В начале года в Брестской области произошла 21 авария с участием велосипедистов. По их вине зафиксировано 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 10 получили ранения. В трех случаях велосипедисты были пьяны. Единственным способом предотвратить трагедию на дорогах остается профилактика. Именно поэтому сотрудники дорожного патруля на посту круглый год. На сегодня это все материалы выпуска. Следующая передача «Зона безопасности» выйдет в эфир 16 августа в 19.55 на телеканале «Беларусь-4» и «Брест». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова